Здравствуйте! С вами Марина Романюк, программа «День города» и главные темы вторника. Смотрите выпуски. Ярмарки против паники. Губернатор региона призвал увеличить число точек продаж для местных производителей. Разделяя стресс, что такое ЕГЭ, сегодня лично убедились родители будущих выпускников. Сезон охоты. Росгвардейцы проверяют, правильно ли рязанцы хранят свое оружие. Ярмарки выходного дня – наш ответ на дестабилизацию предовольственной обстановки. Их должно стать больше, заявил сегодня на правительстве губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, в пандемию организаторы таких ярмарок справились на отлично. Сейчас надо наращивать объемы и подключать новых производителей. Рязанская область на фоне экономических событий в мире для всякого рода информационных вбросов оказалась одной из самых уязвимых. Мнимый дефицит уже привел к сахарным, солевым и прокладочным войнам. На продовольствие пока атака не такая сильная, но региональная власть предупреждает заранее. С продуктами питания в Рязанской области все в порядке. Регулярные ярмарки выходного дня – яркое тому подтверждение. А уж увеличение точек таких продаж и подавно. Уже несколько лет каждую неделю тысячи людей имеют возможность покупать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Это отработанные уже прямые логистические цепочки, широкий ассортимент, гарантия цен ниже магазинных, отменное качество, свежесть – это один из элементов продовольственной безопасности региона. Считаю, что расширение этой практики сейчас будет только на пользу. Поддержка не только малого, но и всего бизнеса у региона сейчас безусловный приоритет. Николай Любимов анонсировал перечень основных мер по снижению рисков. Его представят на этой неделе на специальной практической сессии под названием «Сохраняем курс развития». Для повышения оперативности, оказания помощи предприятиям в решении проблем с подбором аналогов критически важных импортных материалов, комплектующих инструментов и оборудования, которое предприятиям нужно, у нас в регионе создан оперативный центр поддержки бизнеса. С понедельника он уже начал работу и туда обращаются предприниматели. Сейчас есть первые уже практические результаты работы. Практических результатов работы Николай Любимов ждет и от муниципальных глав. Некоторым уже вручена черная папка с обращениями граждан. С руководителя Касимовского района сегодня за нее спросили. Работать на местах надо все-таки без подсказок сверху. Максим Васильев, телекомпания «Город». И в продолжение темы. Ярборг выходного дня с улицы Пролетарской временно будет работать на территории управления Рязанского троллейбуса на улице Дзержинского. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе городадминистрации. На новой локации торговая точка на 100 мест появится со 2 апреля. В мэрии пояснили, что переезд связан со сменой собственника участка на улице Пролетарской. На улице Дзержинского ярмарка выходного дня будет работать, впрочем, тоже временно. Власти напомнили, что через несколько лет на этом участке возведут новую школу. Напомним, ярмарка выходного дня проходит в Рязани каждую субботу с 8 часов утра до 15 часов. Взрослые в этом году решили проверить на себе, каково это сдавать ЕГЭ. Атмосферу в школе номер 39 максимально приблизили к настоящей. Перед началом экзамена, а сегодня его сдавали по математике, всех родителей попросили оставить личные вещи в отдельном кабинете. В пункт сдачи экзамена можно было пронести только паспорт, черную гелевую ручку, питьевую воду и при необходимости лекарства. Герман Гущин продолжит далее. В этом году к всероссийской акции «Сдаем вместе» присоединились родители 11-ти классников из 39-й школы города Рязани. По их мнению, такой эксперимент поможет лучше понять детей и пережить стресс, который испытывают ребята. В этом году дочери предстоит сдавать единственный государственный экзамен. Когда я заканчивала школу, мы сдавали выпускный экзамен немножко по-другому. Естественно, ребенок нервничает, претендует на золотую медаль, хочет поступить в хороший вуз. Есть много нюансов, и мне хотелось бы понимать эти нюансы досконально, чтобы помочь ей, чтобы создать нормальную атмосферу, чтобы хорошо взаимодействовать с учителями, с преподавателями, понимать, как проходит это ЕГЭ, и объяснить ей, что в этом нет ничего страшного, что самое главное – сосредоточиться и сдать нормальный экзамен. В этот день в школе все было по-взрослому, как на настоящем экзамене. Никаких поблажек даже родителям. Организация экзамена точь-в-точь, как у детей. Проход через рамки металлоискателей, измерение температуры, распределение по классам, инструктаж. Кстати, телефоны перед экзаменом тоже обязательно сдать. Все строго. У нас сегодня проходит акция ЕГЭ для родителей, в которой участвуют родители выпускников школы города Рязани. Родители сейчас сначала придут, их проверят на входе в ППР, пропускной режим у нас организован, проверят паспортные данные, направят в аудиторию. В аудиторию еще раз проверят у них паспортные данные, у них уже есть расставка, то есть за каждым закреплено в определенное место. Родители сядут на свое место и начнется экзамен с инструктажа, с печатным материалом. Сейчас объявили, какой экзамен мы будем сдавать, будем сдавать базовую математику, да, немножко волнительно. У медали две стороны, в чем-то есть и плюсы ЕГЭ, что можно поступить в любой вуз страны и можно подать документы, куда тебе нравится, куда тебе хочется. Возможно, когда мы сдавали по билетам, это было немножко проблематично. Ну и то, как нервно детям готовится, как они в течение, наверное, двух лет, 10-й, 11-й класс готовятся ко многим предметам, для них это сложно, волнительно, трудно. И это, наверное, минус ЕГЭ. Стресс у родителей, как говорят они сами, порой даже посерьезнее, чем у выпускников. Впрочем, как говорят сами взрослые, экзамен – это еще и некая семейная психотерапия, когда мама и папа груз ответственности разделяют вместе со своим ребенком. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Накануне сезона охоты росгвардейцы проверили заядлых любителей пострелять в лесу на соблюдение правил хранения оружия. Кое у кого, кстати, арсенал очень даже внушительный. Валерий Седов побывал в одной из таких квартир. Уже разрешение. Для Павла утро началось вовсе не с кофе. В гости к нему пришли сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы. Цель проста – проверить, как мужчина свое оружие хранит. У меня светометр хранится, когда мне надо, я беру оружие и, соответственно, документы. Павел – охотник со стажем. В квартире у него целое оружейное. Внутри сейф, запертый на два замка. В арсенале и глоткоствольное, и газовое, и даже средство ограниченного поражения. Росгвардейцы скрупулезно сверяют номер на разрешении и на самом оружии. И так с каждым экземпляром. Модель, калибр, номер совпадает. Оружие не заряжено. Это, кстати, тоже важное условие. Оружие должно быть не то, что не заряжено. Хранить сейф и патроны тоже нужно отдельно. У Павла все соответствует стандартам все-таки. Охотник опытный. Номера на разрешениях совпадают, все оружие в наличии. Поэтому сотрудники и составляют акт соответствия. Практически, эталон. Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы по городу Рязани, управления Росгвардии по Рязанской области, сегодня была проведена проверка условий обеспечения сохранности. Оружие, патроны у вас. Вот, недостатков у вас никаких не найдено. То есть, сейф у вас соответствует законодательству. Все оружие хранится законно, в належащем виде, исключает доступ посторонних лиц к нему. В акте соответствия расписывается и сам владелец оружия, если с осмотром согласен. Сейчас, конечно же, без нареканий. Я всегда стараюсь поддерживать, тем более с оружием, носиться за это надательство наше российское, чтобы все было так, как положено по нашим законам. Эта проверка внеплановая. Проводит ее в соответствии с распоряжением управления Росгвардии. Недостатки встречаются, говорят сотрудники. Однако в этом году, что называется, без нареканий. За два с половиной месяца таких рейдов ни одного недостатка выявлено не было. Иначе минимум штраф. Привлечение владельца оружия к административной ответственности. Здесь у нас бывают разные виды нарушений, разные виды статей, кодекса административных правонарушений. Это чаще всего штраф, конфискация, то есть лишение человека данного вида оружия. На этом, впрочем, с рейдами еще не все. Тем более в преддверии сезона охоты, когда к оружию внимание всегда педантичное. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Спектр дел, которые рассматривают прокуроры, очень широк. Иногда нарушения закона они находят даже у тех, кто, собственно, и должен этот закон охранять. В ракурсе очень странного дела с участием мигранта и несовершеннолетней. Бывает, что, проверяя обстоятельства одного преступления, прокуроры выясняют, что за ним скрывается и другое. В январе этого года гражданин Республики Узбекистан совершил на территории города Рязани особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетней. После совершения преступления прокуратура района была проверена законность его пребывания на территории России. В ходе проверки установлено, что почти год данный гражданин и место его фактического проживания оставалось без внимания сотрудников полиции, на которых возложен контроль за порядком пребывания иностранных граждан. В связи с изложенным в адрес начальника УМВД России при Октябрьском районе города Рязани внесено представление. Гражданина Узбекистана депортировали. В той же прокуратуре Октябрьского района города Рязани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Рязани, который летом прошлого года совершил незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта. Реализуя свою преступную мысль, осужденный летом 2021 года, используя свой сотовый телефон через информационную телекоммуникационную сеть интернет, приобрел без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере. Подсудимый свою вину признал полностью, рассказывался в содеянном, в связи с чем в отношении него вынесен обвинительный приговор. Назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком два года, а также возложены обязанности, которые осужденный обязан выполнить в период испытательного срока. Традиции русского народа – это бесценный, накопленный опыт поколений наших предков, воспитывая у нас тот самый загадочный русский дух. Славянская традиция преподносит нам обычаи, вечно родные всем русским людям. Сегодня один из таких дней. 22 марта наши прадеды когда-то праздновали жаворонки. В тысячи лет природные календари служили нашим предкам, помогая им в срок возделывать землю, собирать урожай, охотиться и рыбачить. Год, поделенный на 12 частей, изображался на ритуальных чашах. Каждому месяцу соответствовал особый знак. Годовое колесо, кола, несло в себе особый смысл, который заключался в вечном перерождении и обновлении всего живого. Но календарь важен не только буднями, его всегда украшают веселые праздники. Почти все праздники славян совпадали с циклом жизни Земли. И поэтому значение имело не только духовное начало, но и иное при общении к природе, при внесении в свою жизнь чувства того, что Земля – живая материя. Даже если не праздновать эти дни, а просто помнить о них, то перед человеком уже пройдет юность, зрелость и старость нашей Земли-кормилицы. Певучие названия славянских месяцев года отражают те изменения в природе, которые наиболее характерны для каждого из четырех времен года. Только послушайте. Январь – просинец, февраль – лютень, март – березень, апрель – цветень, май – травень и так далее. В христианстве 22 марта чтут память сорока мучеников севастийских, которые пострадали за свою веру. В этот день верующим положено поставить сорок свечей в память о погибших, чтобы понять, что за сутью этого праздника, следует обратиться к истории. Когда святой Константин издал указ о том, что христианам разрешалась свобода вероисповедания, не все правители его поддержали. Лийкий решил полностью искоренить христианство, из-за чего пострадали многие верующие. В Севастии ему служили сорок воинов, которые исповедовали христианство. Их военачальник Агриколай попытался переманить воинов на сторону язычества, но они отказались. Тогда он бросил их в темницу. Они молились и услышали знамения о том, что будут спасены, если вытерпят испытания. Воинов повели на мороз и раздели около озера. Рядом растопили баню, чтобы они мучились. Ночью неожиданно стало светлое тепло, лед растаял, а воины согрелись под солнцем. Тогда над их головами появились светлые венцы. Мучеников потом все же лишили жизни за их веру. Сегодня традиция языческих славян незаметно сплелась с христианской. И теперь они мирно сосуществуют. В этот день, 22 марта, рекомендуется печь булочки-жаворонки, зазывать весну. И до сих пор люди смотрят на народные приметы. Псеница на сороке запела, тепло выражит. Теплый ветер к ненастному лету. Ласточки прилетели к урожайному году. На этом у меня все новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова